Всем большой привет! Демос, это я, а это Чейзер. А я тем временем продолжаю изучать неизведанные грани безумия, и сегодня у меня Чейзер. Это, если что, настойка. Открываем, пробуем, а то уж больно мне интересно, что же это за напиток-то такой. Я не знаю, как его пить, поэтому начнем с такой тары. Вот просто божественно. Вот я даже не знаю, с чем сравнить. Как какое-то концентрированное варенье. Запах вообще прикольный, чем-то напоминает духи, либо дезинерант. Но интересно. Ладно, пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Чейзер! Че-то я недопонял. Че я делаю, а? Слушайте, от вкуса здесь завезли, так завезли. Ой, у меня сейчас глаз лопнет. Икрововые мальчики побегут. Это что-то очень весьма специфическое. Итак, смотрим, читаем и думаем о будущем. Значит, Чейзер Стребельбазил 38. Между прочим, тут чувствуется, что это тебе не 32. Значит, и пол-литра. Бутылочка достаточно такая симпатичная. Потом ее можно, естественно, использовать в быту. Тем более, нет дозатора. Ну, даже если есть, вы все знаете, как его отколупать. Значит, читаем. Настойка полусладкая. Чейзер. Со вкусом клубники и базилика. Состав. Вода питьевая. На том спасибо. Спирт люкс. Сахар десероп. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. Ароматизаторы пищевые натуральные. Клубника и базилик. Запитая в морс спиртованный шиповника. После вскрытия хранить закрытым колпачком при соблюдении условий бла-бла не более года. Так, срок годности у нас 60 месяцев. Производитель, изготовитель у нас ЛВЗ Фортуна. Краснодарский край, город Тимашевск. Но это, я так понимаю, контрактный розлив. Про это позже расскажу. Массовая концентрация сахара 8,0 на 100 мл в кубочках см кубических. Вкус, вы не поверите, что запах такой концентрированный, мощный, насыщенный, что вкус. Но в запахе как раз таки больше ягодная составляющая действительно напоминает клубничку. Либо, знаете, какие-то конфеты с клубникой. Что-то такое, которое благоухает. Прямо просто берет тебя и благоухает периодически. Во вкусе же, как раз таки вот ягодной составляющей не так много. Он не сильно, кстати, сладкий, не приторный. Но там вот пряность такая вот, специй базилик. Вот просто его там столько. Это весьма своеобразно. Если не сказать по-другому. Конечно, вот клубнички хотелось бы побольше, чтобы как юпи был, как инвайт. Сладенько, конечно, но неубойно. Кислиночка небольшая присутствует. Но основная нотка, помимо того, что ты чувствуешь нормальный в послевкусе, особенно спиртовой такой шлифок, не прям, конечно, совсем плохо, но чувствуешь, что напиток мощнейший. И все это забивается вот таким пряным, таким горьковатым, терким привкусом базилика. Я, кстати, еще хочу обратить внимание на вот эту цветную картиночку внутри. Она навевает лично у меня такое что-то вот, такое летнее, как Ямайка. Там, я не знаю, самбо, самбо, карнавал. Вот там, где Непедро, Тегомеса, вот что-то вот такое. Приближаем весну и лето. Закусывать вообще не обязательно. Но, я не знаю, конечно. Пишите в комментариях, кто любит сочетание, кто вообще пробовал сочетание клубники и базилика. И как вы к этому относитесь? Как-то больно специфично. Ну, со вкусом хотя бы не наживали. Ох, нектар. Амбрузия. Вот больше хочется не закусывать, а какой-нибудь минералочке потом попить. После вкуса очень долго. Ягодок немного, клубнички. Чуть-чуть кислинки, сладинки. И такая вот прям мощная-мощная-мощная базиликовость. Яблочко немножко погрызу. Зря резал, что ли? Меня тебе раздают смутные сомнения. Вот что ты такое и зачем ты прибыла на землю? Как в особенностях национальной рыбалки, когда прокурор Лёва, а кто это? То есть, как его зовут? Это лещ. Ну, так вот и здесь. Вот кто это? Напиток очень своеобразный. И, можно сказать, даже непосредственный. Вот, легкое ощущение, что разрабатывали изначально какой-то такой коктейльбос, такой стильно, модно, молодежно, а потом решили, ну, давайте распространим опыт еще на более великие Градусевичи. И так забабахали 38 с хорошими, мощными, нажюристыми, химикалиями. Я вот, кстати, даже не побоюсь этого слова, уникальным вкусовым сочетанием. Потому что, ну, вот я себе слабо представляю, вот такой на даче сидишь, такой ла-ла-ла, позагорал там, у тебя клубника растет, рядом какой-нибудь там полисадник с травишками, там всякие базилики, там лучок, и ты такой набрал клубники, сорвал веточку базилика, и так вместе их сидишь, похрумкиваешь. Однако. Причем, вот реально, пряный базилик здесь гораздо мощнее всего остального. Я, конечно, очень люблю данную приправу, как ее еще можно там назвать-то. Она очень классно гармонирует с жареным мясом, особенно с шашлычком, когда ты сидишь, вот только свежечок принесли, ты берешь еще веточкой, загрызываешь таким фиолетовеньким, это очень вкусно. Да что я говорю-то, а? Ну, эмоции вызывает. Глядишь так, и весна быстрее придет. Но, вот все равно ощущение, когда ты вот выпил, вот когда какой-нибудь такой прожженный коктейль-бос, ты берешь, и вот сразу как-то на душе становится, где-то в районе желудка, как-то тяжеловато. Вот у меня сейчас такое пришло ощущение. Такое вот что-то, что-то здесь меня начинает цеплять. Так, это ладно. Естественно же, полез я в эти сраные интернеты, почитать, потому что на сайте-то Фортуны нет ничего про это. Оказывается, есть там отдельная такая брендовая страничка, вот этих вот чейсеров, как он был в голосовалке обозначен, шайзеров. В общем, там даже есть водка, которая вроде как без никто, но хотя я уже сомневаюсь. И несколько вот подобных настойчик. Естественно, там все это рассказывается, что это там офигенная такая основа для коктейлей. Сейчас, конечно, кое-что попробуем. Но, блин, я же так подозреваю, что это же коктейль будет нести в себе огромную-огромную вот такую вот ноту просто. Базилика, такой мощнейший. Базиликтель. Пуру-пум-пу-пум. Традиционная магия монтажа. Будем делать какие-нибудь простые, примитивные, доступные коктейли. Потому что я, если люблю коктейли, то чтобы какая-то адовая-адовая дичь была. Ну вот, пожалуйста. У меня даже крышка сока победила. Но нет, победа будет за нами. Так, сначала сделаем самое простенькое. Разбавим водицей. Конечно, можно добавить лед, всякие другие ингредиенты. Но лед, вон, пожалуйста, можно к подъезду выйти. Там хоть лопата, хоть, я не знаю, там совком нагребай, стука льда. Вот просто вот. Тут недавно воду холодную выключали вечерком. Как раз вот, видимо, посмотрели. Снега много, поэтому зачем вам вода? Пошли, натопили. Либо так сразу скупнулись. Из-за шибенка. Короче, простой вариант. Вот этот простой вариант. Как-то запах еще больше увеличил. Такой пряный, ароматный. Хирабра. С водой мешать не вариант. Нет, конечно, да, если бы больше ингредиентов, там еще надо шейкер этот взять, там трясти, прыгать, беситься. Ну, что нет, того нет. Как говорил Стоянов. Ребятушки, нет у нас ни пиджеров, ни райдеров, ни хрена здесь нет. Попробуем с соком. Уже боюсь к нему прикасаться. Вот почему-то мне кажется, почему-то, что базиликовая печать будет на всем абсолютно. Нет, здесь вот сок по запаху вообще убил полностью данный, не знаю, как тебя назвать, реликт сопряжения сфер. Бессмысльца, очередная бессмысльца, вообще смысла нет, как и во всем, что я делаю. К апельсиновому соку добавились градусы и добавилась горечь. Ладно. Сделаем вот так. Мне просто непонятно, вот позиционирование, вроде как такая штука для коктейлей. Ну, по мне так, для коктейлей лучше взять ватчелу или там джина и понамешать чего-нибудь и как-нибудь. Вот теперь, когда сока немножко поменьше, проснулся царь базилик. И во вкусе тоже. А вот во вкусе теперь явственно, он просто вот мощнейше ощущается. Добавим чатуру водицы, прям капелюху. Теперь у нас здесь был лед, но в полу-вечеринке он уже растаял. Все, какая-то непонятная бессмыслица. Коктейль это не мое. Но я должен был попробовать. Не, штука, конечно, прикольная. Но что с ней делать? Вопрос, конечно, большой. А теперь давайте переходим плавно к длинным итогам. К ценникам. К всяким эмоциональным экзорцисам. Потому что эксперимент показал, что экспериментатор говно. Ну, и так, зайдем сдалека. Чайсер. Пролил. Настойка полусладкая. Ну, давайте так. Сочетание, конечно, весьма интересное. Еще и в 38-градусном исполнении. По ценнику там что-то в районе 500+. То есть, может быть, там 550. Я не знаю, мне это привез братан. Братан, спасибо. Привет тебе. Здоровья. Покупала сие нечто в Москве. В Москве в магазине. В магазине где-то в Москве. Соответственно, будьте в магазине в Москве, может быть, и найдете. Меня вообще вот какие-то двоякие мысли просто вот мучают. Потому что, с одной стороны, это действительно насыщенно. Здесь вкуса много. Здесь чувствуешь и крепость. И не так уж она сладкая, как вот многие там другие настойки, что просто вот ты держишься голову и не понимаешь, что куда-куда бежать, где-где-где спасение. Ну, какой вкус. И какое-то сочетание всего и вся. Это вот просто удивительно. Этот вкус, который, ну вот если в небольших пропорциях даже мешаешь соком, он убивает сок нафиг. Само сочетание базилика и клубники это очень-очень-очень. Вот что с тобой делать? Допустим, если рассматривать это как какой-нибудь напиток, когда студенты собрались и решили устроить, ну, не будем вспоминать про замечательный фильм про студентов, а хотя бы что-то пристойное, приличное. Допустим, ценник, опять же, должны быть студенты очень состоятельные, богатые, потому что, ну, гораздо проще тогда взять, допустим, тот же Фримен или там какую-нибудь Водяру и наделать коктейли уже с любыми вкусами, которые ты хочешь, просто будет хороший градус. Какое-то вот у меня ощущение, что это такой легкий гибрид ежика и велосипеда. Я даже не знаю, как его оценивать, наверное, никак не буду оценивать, потому что, ну, слишком уж своеобразная штука. Интересная, конечно, да, кто хочет новых ощущений, острых, пряных, пикантных со специями, конечно же, брать надо. Но в основном, извините, я пас. Мнение мое субъективное. Ну и дальше по протоколу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, тыкайте колокольчик, кто может, поддержите канал спонсорской подпиской. Ну и, конечно же, друзья, за вас и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok